Около 400 тысяч казахстанцев получат финансовую поддержку. Сегодня Можилис одобрил законопроект для отдельных категорий граждан. Готовые средства на реализацию изменений в документе, то есть предусмотрено 55 миллиард тенге. В новом законопроекте учтены недоотчеты предыдущего документа. Некоторые нормы, которые остались незамеченными, сейчас максимально до этого большинство инвалидов первой группы нуждались в помощнике, потому что не выдавалось пособие ухаживающему за инвалидом. Теперь им ежемесячно будет выделяться 48 тысяч тенге. При этом срок ухода за ребенком с инвалидностью продлевается до 18 лет. Как сотрудники ваших министерств, находясь в областных центрах, будут контролировать выполнение этих требований жителями района и сел. Пособие – это гарантированная помощь государства. Поэтому, если не поступит заявление, то, соответственно, не будет и проверки, сказал министр. Главные условия помощникам инвалида должен быть житель этого населенного пункта. В настоящее время каждый третий 66 тысяч человек с инвалидностью первой группы не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами инвалидного помощника. В результате принятия законопроекта 24 тысяч человек, нуждающиеся в постоянной заботе, будут охвачены пособиями по дополнительному уходу. А вот размер пособия для детей-инвалидов будет увеличен на 37%. Планируется разделить их на категории. То есть, необходимо пересвидетельствовать группы инвалидности у подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Это необходимо для реабилитации, социальной помощи и назначения выплат в зависимости от степени заболевания. В этой связи председатель Можилиса задал несколько вопросов по поводу поправок. Придется ли родителям заново доказывать инвалидность своих детей, ходить по кабинетам и ждать очереди. Ну а чтобы не было такой суеты, нужно наладить интеграционную систему. Это работа двух отраслевых министерств. «Мы не ориентируемся только по этой системе. У нас сейчас есть 52 тысячи детей, есть информация о них. Но вы правы, и мы отстали в сфере интеграции». Теперь очередь на получение жилья сохраняется, даже если ребенок с ограниченными возможностями достиг совершеннолетия. До этого времени они могли ждать очереди только до 10 лет. Новая норма способствует сохранению очереди на жилье более 20 тысяч семей.